Дарксайдерс пережила свой собственный апокалипсис. Вместо того, чтобы превратиться в целую франшизу с играми, комиксами и фильмами, серия после банкротства издателя на пять лет пропала из виду. Однако THQ Nordic ее не забросила, а решилась на выпуск третьей части. Шаг благородный, но рискованный. Все же создание блокбастера требует больших вложений. Да и прошлые игры серии пусть и не были шедеврами, но планку качества держали высоко. К сожалению, Darksiders 3 до нее не дотягивает, хотя и очень старается. И проблема игры, как ни странно, не столько в недостатке бюджета, сколько в конфликте идей разработчиков. События всех трех частей разворачиваются параллельно. Конец света случился раньше положенного срока. Армии ангелов и демонов превратили Землю в поле битвы. Человечество почти что вымерло. И разбираться, что произошло, кто виноват и что теперь делать, приходится всадникам апокалипсиса. Ярости выпадает задание выследить и поймать семь смертных грехов, которые выбрались под шумок из заточения и разбежались по разрушенному миру. С первой же встречи с врагами становится ясно, что от слэшеров Darksiders 3 остались только возможность делать простые комбо и больно ударить противника после удачного уклонения. Монстров немного, но даже самые слабые могут доставить ярости неприятностей, если окружат ее или припрут к стенке. Чудовища посильнее могут одолеть героиню и в одиночку, если она пропустит пару-тройку ударов. Знакомо звучит? Но совсем очевидными заимствования у From Software становятся после того, как ярость умирает. Как и война, она собирает души павших врагов, чтобы обменять их у демона-торговца Вулгрима на предметы или повысить уровень. Вот только теперь при смерти все непотраченные души остаются на месте гибели героини, и за ними придется вернуться, воскреснув у ближайшего магазина. Сохранений в Darksiders 3 нет, загрузиться нельзя. Придется пробегать или прорубаться сквозь врагов снова, чтобы собрать свою добычу и двинуться дальше. Gunfire Games не первые, кто вдохновился успехами Dark Souls. Однако они не просто скопировали игровой процесс, а переняли часть элементов и попытались совместить их с собственными наработками. Сочетание вышло странное. Главным образом потому, что в боевой системе 3 Darksiders не хватает точного тайминга и разнообразия приемов. Парировать ярость не умеет. Уклониться при быстром темпе игры порой тоже бывает непросто, в том числе и из-за неотзывчивой камеры. Поединки, особенно в маленьких комнатах или коридорах, из череды выверенных ударов и уклонений могут превратиться в лихорадочную беготню с попытками бить и отпрыгивать вслепую. Но чаще игра показывает себя как не слишком вариативный, но бодрый экшен. Ярость отправляется на землю с одним лишь хлыстом, но постепенно ее арсенал расширяется. В третьей части оружие нельзя найти или купить, оно появляется по мере прохождения сюжета вместе со способностями к управлению стихиями. Причем отличается оно не только возможностью нанести урон определенным элементам, но и видом, скоростью, дистанцией атаки. Если хлыст бьет далеко, медленно и размашисто, то огненный цепь, например, позволяет наносить быстрые удары в ближнем бою. В зависимости от выбранной стихии меняется и прием, который героиня может выполнить, накопив ярость. Так огонь окружает ее и поджигает всех вокруг, а молния призывает сметающие врагов ураганы. Силы стихий также позволяют ярости попасть в недоступные иначе локации. Героиня может бегать, прыгать, цепляться хлыстом и раскачиваться на нем. А благодаря магии она получает способность взмывать вверх, летать, телепортироваться. Платформенные эпизоды и смотрятся классно, и проходятся на одном дыхании. Но до них еще нужно добраться, не заблудившись в лабиринте залов и коридоров. Как в предыдущих частях, здесь много бэктрекинга, порой весьма изнурительного. Скромность арсенала ярости и необходимость бегать кругами по пройденным местам прозрачно намекают на небольшой бюджет проекта. Он проявляется не только в геймплее, но и в практически отсутствующей музыке, коротких, словно наспех написанных диалогах и неигровых персонажах, способных произнести всего одну фразу. Это все мелочи, но они мешают погрузиться в сюжет игры. При этом смотрится Darksiders 3 на удивление неплохо. Любоваться особо не на что, но и глаз картинка не режет. Из-за быстрого темпа игры на ней не успеваешь заострить внимание. Есть в этом и заслуга оригинального дизайна серии. Гротескный, мультяшный стиль, напоминающий Варкрафт и Легаси оф Кейн, особого реализма не требует. Может от него и стоило отталкиваться при создании третьей части и сделать прямолинейный олдскульный экшен без спорного нагромождения модных механик. К несчастью, вход платный. Плата твоя жизнь. Забери ее, тварь, если вас меньше. Воскрешение серии прошло удачно, но ни обогнать, ни даже поравняться со своими братьями всадница Ярость не может. У двух прошлых частей были свои фишки и жанр, к которому они тяготели больше всего. В этот же раз Gunfire Games так и не смогли определиться, делают они веселый слэшер, или клон Dark Souls. А в итоге в игре нет ни безбашенного первого, ни точности и методичности второго. Однако удачное сочетание экшена, платформера и пазлов все равно может затянуть не на шутку. Главное, не ждать от игры откровений. Darksiders 3 уже не блокбастер, а ламповый подарок для фанатов серии и геймеров, ностальгирующих по приключенческим играм середины девяностых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова